Приветствую вас и давайте подумаем. Вот вы говорите о том, что у вас постоянные защитные реакции наблюдаются на негативные или не очень приятные для вас высказывания. Значит, как вы вот думаете, с чем связано, с чем связано, точнее, тот факт, что эти защитные реакции у вас, вообще говоря, есть. Вот с чем они связаны, как вы думаете? А связаны они в первую очередь с тем, что защитная реакция преследует цель всегда, всегда практически. защитная реакция преследует одну единственную цель – оставить человека в том же, скажем так, состоянии, в каком он был до этого. Надеюсь, вы понимаете о том, где присутствует защитная реакция, направленная именно на то, чтобы вы не развивались, чтобы вы не эволюционировали, чтобы вы личностно не росли. И именно на это направлена защитная реакция ваша, да и любая, в принципе, не только ваша. Поэтому вам нужно разобраться в том, ну, для себя определить для начала, какое именно ваше состояние защищает эту реакцию. Что именно защищает? Зачем защищает? Почему защищает? И так далее. От чего защищает, кстати? Тоже вот такой, на мой взгляд, очень важный вопрос. Потому что человек, у которого есть уверенность в себе, человек, который знает, чего он хочет, человек, который отдает себе отсчет в том, кто он и так далее, подобный человек не будет использовать защитные реакции, хотя бы потому, что ему это просто банально не нужно. У него все в порядке и так. И поэтому я вам и говорю о том, чтобы вы старались подумать, откуда у вас столь острая реакция на негативные высказывания в свой адрес и на критику. Потому что, ну, если бы вы были уверены в себе, если бы вы не сомневались в себе, если бы вы знали, там, например, допустим, себе цену и так далее, и так далее, и так далее, я не думаю, что вы негативно реагировали бы на подобную критику, на подобные какие-то высказывания в ваш адрес и так далее. Просто потому, что это нормально, что люди относятся к вам негативно. Это первое. То есть причины в вас. Понимаете, я надеюсь, о чем идет речь. И далее, очень-очень важно, это то, насколько вы правильно понимаете, то, почему люди высказываются по отношению к вам негативно. Насколько вы отдаете себе отсчет в это. Насколько вы смещаете акцент внимания с себя на, скажем, другого человека. То есть объективно, я надеюсь, понятно, что если вы в конфликте с кем-то, при негативной реакции другого человека, если вы обращаете внимание на себя, это одно. Если вы понимаете, почему человек так себя ведет, это другое. И вот вам именно это и нужно. Постараться понять, что заставляет человека так на вас реагировать. Вот это вот, пожалуй, является самым главным для вас, самым важным для вас и самым необходимым сейчас, в данный момент времени. Потому что негативная реакция будет всегда, и это нормально. А вот понимаете ее, понимаете ее, и отдавать себе отсчет в том, что ее обуславливает, необходим. И при этом думать и осознавать, какие реакции вызывает в вас то, когда люди реагируют на вас негативно. потому что все же это всегда именно только про вас. Это всегда только именно про вашу реакцию, про ваши мысли о себе. И я не думаю, что вы будете со мной спорить в том контексте, что не столько, не так сильно вы боитесь, например, не так сильно вы боитесь негативной реакции людей, сколько неприятно вам именно то, что вы сами думаете о себе в результате подобного взаимодействия с людьми. Получается, что вы не принимаете какие-то определенные мысли о себе, это свое ощущение означает, что вы не принимаете себя. И если мы говорим о том, что вы не принимаете себя, то, к сожалению, это и есть основная ваша проблема. Вы не принимаете саму себя. И именно потому, что вы не принимаете саму себя, у вас не говорят подобные проблемы. Вот. И собственно говоря, нужно понять теперь, а что именно вы себе не принимаете, почему, что мешает вам себя принять, и почему опять же. Вот. И собственно с этим необходимо будет поработать программ. Это необходимо будет разобраться. Если вы не себя начнете принимать, если вы будете нормально к себе относиться, то все у вас, я думаю, будет в порядке и никаких проблем у вас не будет. Дело в том, что все-таки истерика, ну, истерика, которую вы закатываете, все-таки это далеко не самая правильная реакция, которая вам нужна и которая могла бы вам как вообще помочь. Вот. Поэтому вот так вот я думаю можно ответить на ваш вопрос. конечно информации очень мало о вас. Вот. В идеале, конечно, хотелось бы больше информации, чтобы лучше понимать, что с вами происходит, чтобы лучше понимать, с чем связана подобная вот ваша реакция. Вот. Но, исходя из того, что вы написали, я думаю, что ответить можно вам именно так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.